Бонни, вперед! Хорошо, молодец! Рядом! Это Анна Комарова, командир кинологического взвода отдельного Ивановского батальона ППС. А это ее верная напарница, Бонни, шестилетняя немецкая овчарка, специально обученная на поиск взрывчатки. Вместе Анна и Бонни работают уже три года. Вместе тренируются, вместе учатся, вместе отдыхают. За 10 лет работы в ППС Анне есть что вспомнить и есть чем гордиться. Она помогала обеспечивать безопасность участников мирового политического форума, обследовала место крушения самолетов, деньги, били, хоккейной команды Ярославского локомотива. А служебные подвиги Бонни еще впереди. Главное верить в свои силы и верить напарницу, которая не подведет. Предложили мне один раз ходить на футбол, после этого я стала кинологом, собакой. Ну спросили, боюсь ли я собак. Сказала, что не боюсь, говорит, выйди на футбол собакой. Я вышла и потом сразу же на следующий день стала кинологом. У нас в основном одна профилактика. Или выезжаем, когда звонки поступают, угроза взрыва в школах. Или подозрительная сумка где-то стоит, или одиночно стоит автотранспорт. Четвероногие полицейские обучены находить наркотики, оружие, взрывчатку и идти по следу преступника. Всего в кинологическом взводе Ивановского батальона ППС на службе состоят 24 собаки. Все чистокровные немецкие овчарки. Среди них есть и матерые псы, и вот такие полугодовалые щенки. Два брата, Апач и Анжи. Это сокращенно. Полную кличку, бывает, и не выговоришь. Здесь живут Рута, Орлет, а также Интер из весеннего сада и Рус, Штольц, Дакота. А вот Ялос, личная собака Анны. Ему всего год. Но кличка Ялос не очень приглянулась кинологам. Они зовут его просто Сынок. Это стенулечка. Иди ко мне, сына. Сидеть. Сидеть. Под команду знаем сидеть, правда. Сидеть. Сидеть. Сына. Все, сидеть. Хорошо, мой мальчик. Сегодня Анна и Бонни отмечают свой профессиональный праздник – 90-летие Ивановской патрульно-постовой службы. Вместе со своими коллегами из Ивановского отдельного батальона они принимают поздравления и благодарности. Поздравляю 90-летие со дня образования патрульно-постовой службы в органах внутренних дел. Ура! 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 Вольно! Ивановский батальон ППС на сегодняшний день – самое многочисленное полицейское подразделение. Здесь работает более 300 человек. В составе батальона, помимо кинологов, есть иконный взвод. Работу батальона в ведомстве считают очень эффективной. Только в этом году сотрудниками патрульно-постовой службы было раскрыто около 200 преступлений, в том числе и два убийства. В городе Иваново на улицах батальон патрульно-постовой службы является одной из ведущих сил и подразделений в настоящий момент. И от того, насколько продуктивно они работают, зависит, конечно, и обстановка оперативная на территориях города Иваново, улиц, дворах, домов и так далее. Но основная масса, конечно, раскрытия преступлений по горячим тедам лежит на плечах этого подразделения. Полицейские о своих проблемах говорить не любят. Все в порядке. Работа как работа. Но многие проблемы видны невооруженным взглядом. Например, этот разбитый плац, на котором проходило торжественное построение. Хотя с его ремонтом городские чиновники обещают помочь в ближайшее время. Плац, где проходит развод, мы вот видим, то есть площадка вот эта, она, конечно, требует ремонта. Поэтому мы сегодня подумаем с руководством батальона, с главой администрации, чтобы в ближайшие 2-3 месяца, может быть, весной, здесь, безусловно, сделать площадку для того, чтобы развод проходил подразделение уже в нормальном, надлежащем виде. Сотрудники ППС шутят, что они уличные полицейские. Они кабинетные. Вот и сегодня отдохнуть не получится. После торжественного построения полицейские приступили к работе. А Анна отвела Бонни в вольер. Пусть хоть ей удастся передохнуть. Анастасия Николаева, Алексей Гадин, РТВ Иваново.